ничего себе какие бонусы так ну что ж сейчас я пойду быстренько сбегу посмотрю как в кадре смотрим давай хорошо чтобы все щеки-пуке-богу пока винишко нам налей пожалуйста запись пошла да пошла запись давай это самое чокнется чтоб это прошло хорошо интервью морс это морс это морс смородиновый морс большое спасибо этому шикарному ресторану которая называется утки на утки на заводь утки на грудка нет утки на другом смысле утки на грудка или грудки на утки на а утиная грудка на самом деле это автосервис я сюда приехал чинить тачку и константин случайным образом проезжал мимо и мы решили с ним забабахать по сумасшедшее интервью рапа глюшок несутки света побольше о чем будем так приобщаться сначала скажем здравствуйте это передача поговорим ни о чем о чем будем молотать хорошо что нам налили сушника ты поначалу думал это вино кость ты же говорил мне что хочешь поучаствовать в этой передаче поговорим ни о чем да слушай да мы созвонились и сказал что за любую движуха ну давай давай слушай я во всех роликах обычно рассказывали бы о стройке либо о ремонте либо о ремонте вот в последних двух еще вопросы за бабосы поучаствовал продолжай поисков по ритмам сажается говори что нибудь говори что нибудь темпоритом сажается вот что это такое темпоритом это когда динамика на спад идет зритель сидит смотрит видосы ему становится очень грустно и скучно давай задавай вопросы вопросы давайте для начала познакомимся рядом со мной сидит константин садиков константин родом из поселка металлостроя так же как и колпинский район был роддом слушание я до 6 лет жил в другом районе на ветеранов вот это номер конечно все отменяется интервью ну ладно хрен с ним константин садиков кем ты работаешь я занимаюсь отделкой ремонтом и загородным строительством тоже есть блог начал недавно развивать youtube рассказываю там о своих работах и сейчас строю дом barnhouse на продажу вот тоже все этапы снимаю рассказываю показываю все в деталях здравствуй здравствуй я погнал тогда давай так подожди особо не дергай вот так вот и так вот сиди вот так хорошо вот так так о чем мы с тобой говорили ну а представился да рассказал все так вкратце а ты чем занимаешься музыка еще громче заиграла да мне кажется даже две музыки одна с одного какого-то другая с другого какого-то игра ну одна с кафе другая с автосервиса а да да надеюсь что слышно будет у нас хорошо но зато не нужно будет подложку никакую кидать слушай да да я сейчас ничего даже музыку никакую не вставляю в видосы а что вставлял что-то ну поначалу да еще давно даже Роберт когда делал ролики там с музычкой все было и что-то хотел задать какой-то вопрос и о тебе а стройкой да занимаешься да недавно Константин я да недавно Константин принял участие в моем шоу «Вопросы за бабоса» и это была небольшая интеграция типа реклама Константинов спонсировал те пиньоны которые я раздавал людям и интеграция прошла очень неуспешно почему потому что после этого тебе подписалось десять человек ну целые десять человек да разве это не успешно ты вчера сказал по телефону что неуспешно да да ты еще так расстроился типа где мои бабки там туда-сюда пять тысяч рублей я говорю что я буду этих людей искать что ли да которым я это раздавал ну ладно такого не было не было такого про бабки он ничего не говорил но грустный голос я услышал в его в своем смартфоне да не нормально все нормально все хорошо делай нормально будет правильно хорошо поснимали я от процесса кайфанул было интересно подумал сменить деятельность кем стать слушай либо блогером либо вот это актерскую карьеру строить думаю ты бы очень хорошо смотрелся в роли бы этого Дензела Вашингтона кто это понятно понятно я думаю нашим зрителям очень интересно смотреть это видео давай я жду вопросы она началась уже поиск кости ты такой странный человек ну какие вопросы я должен сейчас задавать себе думаешь я знаю эти вопросы ну какие вопросы обычно задают тебе на интервью вообще ладно давай поговорим по поводу твоей профессии ну кстати у меня есть зацепка у меня есть дача на курьих ножках избушка но мы туда потихонечку вкладываем стеклопакеты вставили она сама перекосоёбанная жестко вообще фундамент тоже делали видимо погано сделали второй этаж он короче с наклоном но нас это не расстраивает я сам своими руками на втором этаже как называется это деревянная псалабуда ну которую внутри отделку делают блок хаус вагонка вагонка вагоночкой все сам замусловил все эти штучки второй этаж просто муа там уже диванчик поставили уже купили короче все там чики-пуки уже отдыхаем спим на первом этаже сесть сделал печку из камня уже печку топим тоже вагоночкой сделали все ламинатиком покрыли короче ну в общем жить можно но надо еще доделать а с внешней стороны если хочешь фотки покажу давай сейчас и вам покажу мы всем им страшно всем будет что это за избушка на курьих ножках так где-то вот сайте должно быть у меня это кому-то я скидывал работников искал короче говоря чтобы они не утеплили и вагонкой 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 но есть вагонка есть там имитация бруса блокхаус короче сайдинг сайдинг все замусуль если покажу эту избу вот посмотри пожалуйста я вам сейчас тоже покажу представляешь какой страх вот она такая вот лишь стеклопакет здесь вот в этом ряду стеклопакетов нет а сми на втором этаже все уже там уже сиулечки все уже щекипукина ну вот такая вот изба на курьих ножках короче говоря вот этим сезоном моя задача утеплить и сайдингом все это замутить утеплитель уже купили сайдинг купили все молодец возьми не сайдинг возьми уже купили а все уже купили ешкин кот так но смотри самому делать это конечно я не смогу сделать согласись во первых руки у меня растут прям из самой глубокой задницы это я говорю как очевидец я сам не впишусь как ты думаешь как специалист ты видел что-то задом если я буду делать это с тестем сколько лет мы будем это делать для начала нужно что сделать каркас построить не подожди а все вообще да пленкой там завернуть потом идет лабуда ну пару недель будете делать вдвоем да и то мне кажется с таляном это мой тесть мы будем это делать ну пару лет нет ну а кстати на этих фотографиях нету крыши в прошлом году крышу нам сделали молодцы слава богу не мы это делаем я бы не сделал мужики за день сделали крышку сараш приехали какие-то узбеки берут быстро замутили вот да нет сделайте быстро обшивать то недолго слушай это сложно скажи мне сложно это делать нет да по сути все не сложно главное знать что делать а если никогда не знаю что делать ой подожди мне Леха звонит неужели машину починили сейчас просто пролейно чинит мою машину да Лех ну короче термостат ага термостат сломался ну и крышку радиатора это я сейчас еще не пару часов все привезу ну ништяк тогда я тут тусуюсь как дьяволица да тусуйся ну все термостат что это за лабуда ну хер знает ты думаешь бешеных денег стоит он тебе не сказал? да в версии у меня есть полтора тысячи на карте ну решение вообще стопроцентное ну смотришь на ютубе как делать и делаешь да но по другому варианта нет слушай я так и стал специалистом да 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 я начинал ну по отделке работать подсобником вот и параллельно там чему-то обучался что не знал смотрел в ютубе я так же делал вагонку у себя дома ну тоже как бы все стыки и не стыки там все два ну мне кажется это будет очень муторно ну я боюсь я тебе говорю я когда дома что-то начинаю делать обои клеил я дома и то я позвал товарища как у которого опыт есть мы обои в квартире клеили две с половиной недели он он мы жили с ним вместе я отправил своих к бабушке и вот мы две с половиной недели это делали это был ужас просто понимаешь я устал как собака я ненавижу эти обои я такая это ебань вот если есть слово ебань это первое это обои клеить эти огромные длинные поэтому я после поклейки обои сказал я больше в жизни не буду делать ничего по ремонту я купил в икее тумбу под раковину в ванну висячую этой мандулой я занимался около восьми часов чтобы во-первых ее собрать прикинь даже киевскую тумбу не могу собрать потом нужно было пилить там подпиливать в итоге я вызывал мастера который за шесть шесть тысяч мне ее установил и то когда он ушел мне еще пришлось пилить надо подпиливать что потом ставить ящик это просто ужас какой то я после этого думаю еще раз я говорю что я не буду ничего делать на даче хрен с ним внутри там еще декор надо сделать внутри там надо еще вагоночкой добить надо вот декорчик сделать там я это сделаю я уже умею но за это браться браться страшно вот страшно ей богу знаешь не за ему как ты думаешь сколько по бабочкам ты бы взял за такую работу Женя не знаю площади я тебе не скажу а если узнаешь площадь посчитаю а это прям считать так ты на глаз не скажешь не скажу на глаз ну примерно как ты думаешь вот эта избушка на курьих ножка не скажу примерно ты думаешь не скажу сейчас не просто я скидывал в прошлом году мы челу скидывали знаешь вот они размеры или это не понять 7 с половиной метров вот это ну надо посчитать да скинь мне вот это да листик я тебе посчитаю короче я тебе листик скину и посчитаешь не можем организовать сделаем да и ценник нормально не сделаем тогда тогда можно же ведь и видос снять хороший и видос сними на квадрокоптере все это облететь я знаю что заметил я твой видос вчера посмотрел мы с тобой вчера поговорили и я так немножко тоже расстроился думаю блин да что вот там где только 10 человек подписалось там все дела думаю конечно это все тоже меня хочется же как лучше тоже сделать я что-то залез к тебе так быстренько посмотрел что-то там выкидываешь не хватает мне хорошего качественного контента знаешь какого когда хочется увидеть от это знаешь как квартирный вопрос угу вот было так все погано а потом стало вот так вот все красиво вот если у тебя будут такие видосы выходить раз хотя бы в три месяца раз в два месяца то ты можешь в легкую их разбавлять вот этими своими минутными лайфхаками ага Костян на своем канале закидывает хорошие лайфхаки хорошие вчера ты рассказывал там о том как там участок есть сколько метров нужно от дороги от забора другого многие этого не знают это нужно понимать и осознавать как бы да это классные лайфхаки но когда у тебя есть помимо вот этих вот просто таких быстрых видосов есть хорошее видео где от а до ж ты весь проект нам показал с классным монтажом и прям шикарный видос который прям ты прям сидишь как киноху его зыришь знаешь блин вот этой глобуды не хватает слушай ну у меня ролики просто регулярно сейчас выкладываю только там два месяца третий месяц ну ну подумай постройки у меня идет сейчас каждый этап строительство все снимаю ты подумай и в целом если вот мы как-нибудь с тобой там добазаримся по поводу моего дома потому что как ни крути я сейчас ну работников мне нужно искать как бы на этом все бежуху потому что иногда у меня возникают мысли знаешь о том что типа самому там чтобы там сэкономить там и бла-бла-бла но купили уже всю толпуду понимаешь вся она уже есть поэтому видосик запилить можно хорошее ну как бы когда люди будут все это делать я буду все это делать снимать знаешь и я думаю что даже не один видосик можно замухлюсить или можно в легкую его на твоем канале опубликовывался вот поэтому посектиним об этом да да но но потом идее хорошая да может надо снять все сдела в-в-в-м-ге нахоя Chinub дача в-в-м-ге хорошее место в карьерчике рядом короче до наших карьеров до 6We로 КММ на велике 10 минут я в-ж-ж-ж-ж-ж сейчас взял участок 800 метров до озера тоже карьер по киевскому шоссе то есть недалеко от озера донцо то есть там другой только карьер чуть поближе киевское шоссе это на юг южное направление решение с этим тоже проблема я кораю юг этого ты смотришь на карту это снизу юг мы к югу живем металка южное направление ну плюс-минус до юга запад ладно я не буду валаус но когда я кому-то звонил и веру там братан ты где я на севере мне хочется плюнуть ему знаешь на севере сейчас мне сидеть нужно как открывать загадать где он находится а то в какую школе учился 621 273 брата в лицей его просто в 621 у нас ну географии не было там что один год пятый или шестой класс была потом все первое мы видим у вас тоже первая магия география была девушка такая молоденькая помню и она конечно была просто а почему я я жить могу ругаться матом и сама передач но и другого слова не могу не сказать суши ну скажи она была бы я видел я уже не ругаюсь я тоже у себя не ругаюсь случайно ловилась мне кажется бородой задеваю в этот свой микрофон нормально географичка была реально в шоке на где-то год у нас павел а потому что безобразно себя велись а это тот период когда 7 8 класс а у нас в нашей школе ты учишься до 9 если учишься на плохо если у тебя есть тройки это больше двух себя отправляют ну куда сам пойдешь либо в твою школу если ты более-менее умный в твою школу если ты просто полный дебил троечник и двоечник и хулиган 51 школу или ты выбираешь путь в путягу какую-нибудь калич или еще какая-то другая куда поэтому лично я в восьмом классе что в 9 перейти или наоборот или с 9 этого хрен с ним но я прям взялся за голову и пришлось учиться чтобы одна тройка только была уме 11 класса зала комиссия да была комиссия и вот там сидел так ширяев артисты знаешь с одной тройки ну да пропускаем дальше тебя я думаю слава богу я ушел после 9 пошел в колледж знаешь на кого на программиста эти специалист до 2 года отучился и успешно забросил его короче мы не договорили про географию а когда у меня была география меня вела ее лариса владимировна она была чудесная женщина но к сожалению из-за того что мы почему в то время это было к счастью из-за того что мы с ней дружили она отвечала на нашей школе за творческую деятельность там какие-то концерты виды движухи то есть они полят называется это должность но а я же чувак творческий творческий меня вписывали во все блудники то есть как бы за старше получается был саня матвеев саня матвеева знаешь он на год меня старше а потом когда он ушел все и мне корона на дереве главного по этой всей деятельности квн и квн и ведущий неведущий там с этого буга знаешь в школе поэтому в целом я не учился но как только вот одну тройку потом класс 10 11 все до свидания я сидел у лариса владимировна нашего географически в кабинете постоянно что-то залипалку вышел по левчику короче да поэтому географиках таковой тоже не было было пятерка поиграть хотя я на ней не был неровно а я не волю сработали за то что я рассказываю все ну вырежешь или у нас же без монтажа без огромного тоже опять здесь тоже без монтажа ходил на географию постоянно она заставляла меня голл если ты не пойдешь на географию скотина будешь исправлялся больше это самое уроки делать каждый день и короче что-то чуть что-то будешь курить выходить не будешь не сможешь курить в этой какого кабинете не на самом деле школе было классно я любил школу мы там так чудили вот лёха цветов которые здесь сейчас не переключать да вот здесь трудиться в этом чудесном автосервисе ссылка будет в описании спасибо что нам разрешили снимать этот шикарный видос это я не на это автосервис я не на здесь на втором этаже есть хестаган утиная грудка грудка и мы тут кайфуем и пьем сладкий баба лех золя у за генерала европей так чем я говорил лёха так мы с лёхой если мы очень дружили в школе и мы с ним прибухивали мы могли на истории с ним сидеть по побухивать портвенчи и даже покорил сигаретку на задней парке сейчас еще твою историчку волю учился в лице и бегали на физкультуре в раздевалке пили бурбон и пьяный вот это круги наматывали спереди да весело в школе но это до девятого класса потом вот всех выгоняет вот этих хулиганов и и ты становишься адекватным человек просто просто ты смотришь но все такие примерные хорошие единственно малолетка это знаешь которые были на это уже потом пошло не то поколение вот поколение постарше не там на готик там там наш но сумасшедшая была просто намного мне кажется на колени 11 класса поставить а потом как-то все это прошло а то что на второй год остался откуда ты знаешь нет я говорю о том что я это видел то есть будучи в одесном классе я смотрю на этих детей восьмиклассников но они себя ничего не представляют вообще пашки 11 поколение вот девятый класс который там был вот после меня то есть я был восьмой они были 9 но это просто это были убийцы варвары это были бандиты знаешь то есть мне кажется 11 классники боялись и знаешь что они были сумасшедшие мы сейчас смотрю на всех этих вот психопатов вот металки они все стали адекватными приятными хорошими людьми всем кто безобразничал да все стали какие-то прям порядочные это вот как у единицы может быть на дорожку как бы на другую соскочили а так все адекватные приятные люди один раз еду иду в рыбацком и смотрю короче какой-то пацан не машет это сама рукой думал какой наш с девушкой с такая прическа с такой весь культурный этому кто это это чувак с нашей школы на год меня старше который был просто таким мудаком он был я не знаю писать что как он вел себя короче он мог знаешь кидаться в учителей этими зябами харчо это кидать них яйца сейчас прекрасный адекватный мне кажется даже депутат так так и живем ты что-то хотел сказать эти перебил по учебе что-то слушая 11 класс заканчивал в вечерней школе да причем я помню тебя ты еще тот раз долбай тоже был металл нет я смотрю отучился что 21 но в школе для умных до девятого класса для хороши ну да да пошел в колледж два года в колледж в техникум в терем пошел путяга давайте сразу скажу нет разное вещь в техникум два года отучился потом ушел 16 лет его забросил пошел поработать работал до 18 18 лет ушел в армейку в 20 вернулся я помню как ты вернулся вот это я помню и и пошел работать ты в банк слушай этим инкассатор инкассатором но этом место 20 сменил вот за первые 20 у да вот за первые несколько лет до в разных местах поработал решил поступать в институт но не было полного среднего образования 11 классов не было и пошел вечерку год вечерки учился в металлке вечер до там какая сто 110 не помню все ее закончил сдал егэ и поступил на экономиста в университет да молодец какой ты молодец ну работаю строителем ну как это у тебя целая компания твоя как называется твоя компания вимбельдан почти строительство и ремонт от константина садикова покуриваешь нет вообще вообще ты никогда не любил да слушай а пробовал несколько пьяным всегда видел себя я же помню тебя с детства прям лет с 12-13 я помню там гулял там на скейтах катался в ваших дворах какие-то были терки там какие-то драки знаешь то есть я просто это все помню так как я особо с тобой и не взаимодействовал я не помню когда мы с саней один раз мы мелкие были там было лет по 14 мы работали на сортировочной базе у нас есть сортировочная база где фрукты овощи вся лабуда софийка софийка да я там тоже работаю в 13 и в 14 и у тебя вот так вот идут какие-нибудь озера такие как вот это вот и ты у них работаешь либо арбузы что-то кидаешь либо помидоры таскаешь ну тяжелая работа и причем слушай я помню по бабкам и мы с саней работали на арбузах он там вот эти арбузы ножом тыкал короче говоря ты был с нами тогда был кажется мы были втроем а потом нас непонятно куда вот кажется оттуда мы с тобой познакомились и мы шушар херачили пешком такие бомжи нас остановили нас высадили в шушар и мы пешком до металлки это так вот откуда мы с друг другом знакомы нам было 13 или 14 лет 14-14 лет вот все вот это слушай я помню я на эти бабки я там ну несколько дней поработал 300 рублей я купил себе на них удочку и она до сих пор у меня прикол прикол я ее рыбачу да я не помню твоего лица мне запомнился Саня ну потому что он бешеный во первых ну да его сложно не запомнить и он вот это все исполнял и вот это вот тыкал ножом вот это по арбузам мы тогда у армян работали нас отвезли какие-то сетки мы эти сетки прикиньте фура огромная сетка и вот мы должны с одной фуры сначала мы с одной фуры в другую перекидали фура там что-то 40 тонн было и нам заплатили что-то рублей у нас четверо было да нам рублей 500 заплатили ну каждому или 700 нет всего рублей 500 нет 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 там были армяне они нас не обидели они дали нам по 700 соток кажется еще по арбузу мы с арбузом шли еще домой не просто помню сначала договорились на одну сумму да а фура оказалось там не 20 тонн как он озвучивал а больше 40 давайте больше денег потому что ну ну да кажется нам не дали да наш другой не нам больше дали а больше дали слушай насколько я помню ну это было я даже не помню 20 лет назад было просто откуда же то я тебя знаю одно дело просто наша металка район такой что ты всех в лицо знаешь что там 25 тысяч человек там было там в те годы там я не знаю 30 когда мы были мелкие а и вот да на этой арбузные движухи мы с тобой как бы наверное стали потом такого здорово 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 по металке ходишь здорово здорово металка тоже такая прикольная движуха была ну и вот я помню что какой-то был кипиш в металке я был с товарищем и у него была забинтована сломана рука сейчас не буду говорить никакие имена и он позвонил тоже там нашим общим напомню вы все прилетели на ну типа драться там до вас уже несколько несколько до вас докопались и причем знакомые пацаны тоже докопались как бы ну короче это беспонтовая была движуха в которой вообще как бы не хотелось решать вопрос с какими-то драками да и приехали вот наши общие товарищи и устроили там небольшой беспредел и ты там такой помню стоял вижу что лицо пьяное было да мы сидели с Саньком просто ты сидишь и не понимаешь что здесь происходит я говорю Костян ну что здесь смешно было смешно конечно это было очень смешно ой обхохочешься ой хохотушка гряки ой хохотушка давно это было Женя лет 14 назад ну да ну да да смотри смотри что у меня за носки железный человек ни херой сё ты мне подарил макс упаковку носков там тор железный человек халк капитан америка вот капитан америка не знаю хотел ему отдать а он говорит ну на даче будешь носить не нравится мне капитан америка ну короче все пацаны единственно обидно звездного лорда не было мой любимый башкача тоже заболела слушай это смотри он сказал через два часа привезут эти запчасти еще там минут сорок будут колупаться да это я тут надолго видать не успею я сегодня поснимать мы с льва так здесь можешь поснимать а кого я здесь буду снимать я просто хотел поснимать попался за бабосы сегодня она лишь не хочет как тебя закрытие инстаграма не сильно расстроило? ну уже на эту тему сегодня немножко пробормотали но давай скажем нашим зрителям мне вообще по барабану что делается в мире конечно это может быть жестко потому что помимо закрытия инстаграма еще в мире происходят такие не очень благоприятные вещи и говорить о том что насрать на них это не гоже но я ничего об этом не знаю я специально об этом ничего не знаю я никогда не смотрел новости понимаешь ну по крайней мере с 19 лет как только узнал что новости смотрите это все глупость я тоже не смотрел и ерунда и вот в моменте конечно когда все это случилось это горе которое происходит сейчас у нас да конечно я немножко поковырялся в новостях и мне стало очень грустно а закрытие инстаграма закрытие ютуба такая же вот история ну так есть и есть ну ютуб вот допустим твой хлеб грубо говоря ну что сейчас я буду делать сейчас буду думать о том как мне пока его не закрыли вот там дальше хлеб где-ли печь сейчас ну закроет какой-то другой вариант пал не получится единственное что если сейчас я буду переживать по этому поводу загоняться по этому поводу постоянно смотреть в телефон и узнавать когда же закрою там когда там что откроют а потом я буду так вот сидеть и думать где где про деньги куда куда пойти может быть вот это может быть то все будет печально все будет плохо у меня я буду стремиться к тому чтобы где-то там заработать что там еще сделать а если я к этому отнесусь легко ну легко вот так вот закрыли переспал с этим день два три глядишь у тебя что-то другое нарисовалось я так отношусь к жизни все что не делается все делается к лучшему не у меня просто инстаграм не единственный рекламный канал то есть другие соц сети тоже развиты поэтому вот его закрытие не особо и отразилось на мне все понимаю что у меня еще там помимо инстаграма у меня в контакте работает не а мне инстаграм это такая социальная сеть где нету ничего такого за что я цеплялся там не было никогда у меня рекомендации чтобы рекомендовали мои видосы там сидят те люди которым нравится смотреть эту лабуду и вот они смотрят как бы отдельно в этой социальной сети какие-то может быть мои другие приколюхи хотя ничего нового в инстаграме я не выкладываю я там дублирую то что сделано на других социальных сетях поэтому его закрытие меня только может где-то и порадовало и я подумал теперь я буду поменьше уделять внимание этой сети целом которая мне ничего и не давала и не приносила если тик ток он дает прям дает опять повторюсь все что не делается все к лучшему главное отношение как ты к этому относишься будешь загоняться страдать искать лазейки vpn хуриен или еще какую-то лабуду знаешь либо вот не знаю что-то нарисуется еще поинтереснее по-любому что мы будем у меня вспотело вот здесь жарко что будем закругляться или как да давай закругляться ну че я погнал все давай короче это константин садиков в описании будет его youtube канал страница вконтакте константин в ютубе выкладывает много лайфхаках для тех людей которые занимаются строительством которые просто хотят прибить полку у себя дома не знаю либо что-то там еще сделать да я думаю полезно иногда что-то посмотреть у константина на канале то что по-любому пригодится по-любому пригодится да представьте вот так вот и живем да понимаете все же не спасибо приятно было с тобой познакомиться пообщаться поностальгировать во времена молодости надо будет вырезать много там лабуды которые на суде все же будет монтаж будешь вырезать что-то вырезаю по-любому да какой-то там участок где тут я философствовал это тоже лишнее знаешь я уберу там что-то такое окей что вырубай она может так вот по щелчку вырубится вот вся выключилась башка заболела может кофейку возьмем не я не пью кофе ну а я дома короче отварил фасоли я отварил фасолички и вот грибочков вчера настя пожарила вот я сегодня приду фасоли грибочки сметану так все это бум 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 какой-нибудь соусец еще какой-нибудь базили базилиновый налью будет очень вкусненько у меня сейчас есть каждый день я буду выпускать по видосу о том как я там тренируюсь там кушаю туда-сюда на своем канале да на втором канале на втором на том канале где сейчас идет видос и тренироваться десяточку хочу не как-то так чуть-чуть там какие-то лайфхаки там туда-сюда да я-то каждый год это делаю понимаешь я заплываю жиром а к лету я прихожу в порядок у меня это нормальная тема я тоже каждый год заплываю жиром но не каждый год восстанавливаюсь к лету и иногда я хорошо восстанавливаюсь прям иногда вот сегодня я что-то хотел я ношу одни и те же штаны всю зиму они теплые мне прям другое ничего делать не хочется они комфортные это мне джинсы и что ты хотела ходить сюда они какие-то уже замусоленные значит постирать надо ну пипец значит какая-то дырка уже нарисовалась я стал одевать те вещи которые у меня есть и мне на жопу не нарезают джинсы ничего не нарезают понимаешь вот откопал вот эти вот джинсы старые еще один раз набрал вес что-то до 87 килограмм столько я слава богу не весил а я весил к сожалению а за 5 месяцев 17 килограмм скинул я помню это вот 16 часов вот это вот не кушать нужно периодическое голодание это вещь хорошая да и я сейчас так же помогло в той же методике и я об этом тоже рассказываю да это вот уменьшение порции еды сладкое минус нон алкоголь там все это лабуды короче это рабочая тема что вот ты будешь про 16 часов это это вообще самое мне кажется прикольное вот этот период нужно выждать не есть 16 часов и бомбочка вот я вчера грубо говоря поел в 6 вечера сегодня я в 11 позавтракал вот тебе и 16 часов знаешь но у меня сейчас не получается у самого жена готовит постоянно как не покушаешь когда он тебе завтрак приготовил да есть такая маза все а я сейчас вешу 83 и то комфортное вес от которого я действительно я вес это не главное главное это вот я вот ясность разума это вот прям просыпаешься ты раньше ты прям ты прям живешь ты кайф двигаешься ты как идешь по улице у тебя как тренировка это ходьба то есть когда ты на таком вот состоянии даже на улицу выйти у тебя велосипед скейт стоит ты с ребенком сидишь там турники ты думаешь пойдем домой домой пойдем ну не жизнь не жизнь и и не сказка поэтому а вес это бонус это приятный бонус который сопутствует вот этому здоровому образу жизни я это так вижу и когда вот этот я настроил сейчас он мне такой ну кайфово с первого дня кайфово прям сразу же ты себя чувствуешь 72 килограмма я должен весить чтобы быть не в комфортном состоянии и чтобы мои джинсы классные налезли на мою страну ты весил столько весил весил очень классный мой вес я 175 ростом 72 килограмма это прям мой вес я сухой понимаешь сухой ну да ноги все ляжки жопа худая знаешь как бы но в целом суховатый знаешь комфортный вес прям классно классно себя чувствуешь ну 74-75 это как бы нормально но 72 это прям эталон когда уже есть понял да вот вот валентин тот висящий который вот свисает на лапке исчезает ну что выключаем камеру я же выключил ее по щелчку не выключился а тут уже мой щелчок ааа блин вот теперь он выключился ну куда ешь смотри ценник у них тут не изменился знаешь что здесь бомба бургер 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 блядь такой шикарный ну что на пп да к сожалению я не ем такое ааа так а не я ничего не буду кушать здесь хотя не еще рано еще рано чтобы я покушал бы здесь если бы было бы не рано цезарь с креветками овощной салат с песто цезарь с куриной грудкой ну да я бы цезарь с креветками дал бы наверное даже стейк бы засадил не в бургеры косяк это только булка если честно я мучное сейчас не ем я ем ладно отключаю камеру все до свидания мы отключаемся с тобой кое-что скажем обратно что-то не записалось же их короче я не знаю дело в том что пока мы тут с тобой стояли стрепались заболтались камера отключилась она только 30 минут работает и поэтому я не знаю на чем мы там с тобой остановились давай все по новой а не посмотреть да не можно на компе посмотреть но я думаю что это посмотри мне просто понимать на где не знаю просто попрощаемся может с людьми ну минут 40 точно мы там нагорели все отлично да мы прощаемся все всем спасибо спасибо Жене за интервью в описании будет канал Константина с ютуба полезные лайфхаки по тому какие строительные моменты можно да друзья кому актуальна тема строительства и ремонт квартиры да переходите занимаюсь я этим достаточно давно больше десяти лет я думаю будет многим полезно также знаю на мои блоги подписаны многие строители со всеми общаемся все проходит очень дружелюбно всем пока да слава богу все это может по щелчку натурин отключается слушай да спасибо